Бокс соседствует с Шапито. Ну вот он вроде бы бокс, а глянешь, ну не то. Люди в варежках и шортах боксеров больше напоминают дублеров боксеров. Несмотря на победу Томми Фьюри, он показал, что ума нет, но есть много дури. Презентуя себя штатом, он облажался и с отвратительным фидбэком остался. Баранчик, увы, уже не тот, что раньше был после проигрыша нокаутом, он как боксировать позабыл. Поэтому Монтана Лав его на классе переиграл, уронил на канвас и как правильно боксировать показал. А вот Дюбуа, красавец и реальный динамит, голова у Кусумана до сих пор болит и звенит. Трижды Даниэль опускал его на канвас, показав Америке, что же такое этот самый британский класс. Джек Пол и Тайрон Вудли в бокс поиграли, много двигались и друг друга пинали. Пол победил, поскольку больше боксер, а Вудли, но с аваришки Пола обтер. Это присказка, за которой начнется зеринг-шоу с улыбкой, серьезностью и скупою слезою. Но главным был и остается бокс. И если есть ответ, то будет вопрос. Приветствую всех любителей высокого искусства самозащиты и сладкой науки нанесения мощных, а главное акцентированных ударов. Прошедший уикенд принес нам весьма, да что там юлить, принес нам поединки, от которых мы были в восхищении, от которых нас тошнило и отношения к которым было абсолютно ровное, поскольку результаты таковых боев ни на что не влияли. Так что вредничать, пожалуй, право не стоит. И прежде чем рассказать вам о том, что же будет в предстоящем выпуске зеринг-шоу, я и предлагаю вас войти на территорию, где мы говорим о боксе, только о боксе и ни о чем другом, кроме бокса. Обзор поединка прошедшего уикенда мы начнем с ивента, который, собственно говоря, и был единственным в этом самом уикенде. А центральную часть вечера бокса открыл Томми Фьюри, который, по нашему мнению, опозорился в противостоянии с Энтони Тейлором, показав одно. Природа так щедро одарила собой Тайсона Фьюри, что на остальных родственников цыганского короля просто не осталось материала. Напомним, что Тейлор провел единственный бой на профессиональном ринге в 2017 году, да и тот проиграл. Так что для более обученного, технически и подготовленного ментально Фьюри, ну не должно было составить труда быстро деклассировать и нокаутировать Тейлора. Но то, что показал Томми в ринге, было просто ужасным. Полнейшая раскоординированность в передвижении и ударах, ошибки с определением дистанции для начала атак и абсолютное отсутствие четкой траектории ударов, акцента и всего того, что делает боксера в принципе боксером. Если бы Энтони был чуток получше, то неизвестно, как бы закончился поединок. Ну а так победу единодушным решением судей получает Томми Фьюри и после боя он бросает вызов Джейку Полу. Ну и естественно, если не можешь побеждать боксеров, попробуй побеждать видеоблогеров. Реально зрелищный и интригующий бой зарядили Монтана Лав и Иван Баранчик. Но говоря об этом поединке, мы с горечью должны констатировать, что после проигрыша в октябре прошлого года Хосе Сепеди мы не увидели знакомого нам Баранчика, умеющего как боксировать, так и вести жесткий обмен ударами. Надо было понимать, что против техничного, маневренного и квалифицированного Монтана Баранчик должен быть компактным, быстрым, плотным в своих действиях, как на сближении, так и в продолжении своих атак в инфайте. Но у Ивана вместо доминирования получались только редкие эпизоды, так что Лав, переигрывавший Баранчика на классе и ударах, сделал то, что и должен был сделать. В начале последней минуты седьмого раунда Баранчик, теряя равновесие, оказывается на конвасе и это для него была плохая примета. Это правда рефери Лани Скотт показал, что нокдауна не было и дал команду к продолжению боя. И что же случилось? За 10 секунд до гонга удар Лава левой сбоку кидает Баранчика на конвас и тут уже Лани Скотт отчитывает Ивану нокдаун. Баранчик вернулся в свой угол, где его тренер Педро Луиз Диас принял решение снять Ивана с боя, о чем, собственно говоря, и сообщил рефери. Дескать, брат, восьмого раунда, увы, не будет. После победы Монтана заявил о своем желании выйти в ринг против Джервонте Дэвиса или Джоша Тейлора, но одного желания таки мало. Поэтому нам кажется, что авторитета Лава для противостояния с такими звездными бойцами явно еще недостаточно. Даниэль Дюбуа ярко и зрелищно дебютировал в Соединенных Штатах, победив техническим нокаутом Джузеппе Анжело Кусумано. Дюбуа сразу дал понять своему сопернику, что заходить за экватор не собирается. Быстрый джеб Даниэля и его ударное правое заставили Кусумано уже в начале раунда сложиться пополам, а на 57 секунде Кусумано уже оказался в нокдауне подсчетом рефери Джорджа Николса. После продолжения боя Дюбуа, не стесняясь, работал на убой, отправив Анжело на канвас. Во второй раз на 101 секунде первого раунда дали Дюбуа просто забил Кусумано у каната, вынудив рефери поединка остановить бой. Теперь Дюбуа надеется на то, что уже до конца года он, как официальный претендент на проведение поединка за титул чемпиона мира по версии WBA, таки выйдет в ринг против обладателя сего чемпионского пояса Тревора Брайанта. И в главном поединке ивента мы стали свидетелями противостояния Джека Пола и бывшего чемпиона UFC, а теперь неудачника дебютанта профессионального бокса Тайрона Вудли. Делая предварительный анализ этого боя, мы говорили, что Джек Пол больше боксер, нежели Вудли. И начало поединка это как раз и показало. Тайрон так и не смог принять философию и навыки бокса. Ну, во-первых, тяжелые ноги, во-вторых, отсутствие понятия того, как должен работать боксер, к тому же постоянные ошибки с дистанцией, постановка рук на удар, их траектории и прочее, прочее, прочее. Была, правда, надежда, что физико-функциональное состояние Вудли, привыкшего к тяжелым нагрузках и умеющего распределять и концентрировать силы на протяжении 5-3-минутных раундов, все же помогут ему сломать Пола во второй половине боя. Но знаний и навыков бокса, а также, собственно говоря, сил Тайрону Вудли так и не хватило. Джек Пол победил на картах двух судей, что было отвратительно. Надо признать, что Вудли выиграл средние два раунда и то за счет спада функциональности Пола. Но выиграть бой он, увы, так и не смог. Не знаем, насколько большое будущее ожидает Тайрона в боксерском ринге, а вот Пол нацелился на поединок против Конора Макгрегора. И если не получится с Конором, то под рукой всегда есть Томми Фьюри, который, как мы уже вам говорили, бросил вызов Джеку. Теперь давайте-ка перейдем от обзоров поединков прошедшего уикенда к маленьким новостям большого бокса. Джервонта Дэвис принял решение отказаться от титула чемпиона мира по версии WBA в первом легком весе, однако сохранил за собой титулы регулярного чемпиона в легком и первом полулегком весе. И это до своего следующего боя, который должен состояться до конца года, предположительно в декабре. И уже после этого поединка в течение 48 часов Джервонта и должен определиться, с каким именно титулом чемпиона мира он будет идти дальше. 30 октября в Нью-Йорке на Hulu Arena, что расположено под барабаном Madison Square Garden, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Джо Смит проведет первую защиту своего чемпионского пояса против обязательного претендента Умара Саламова. Так что ожидаемого всеми нами объединительного боя с чемпионом по версиям WBC и IBF Артуром Беттербиевым мы не увидим, по крайней мере, в ближайший год. Об этом заявляет промоутер Джо Смита Джо Дегуардио, утверждающий, что переговоры с промоутером Беттербиева Бобом Арумом никак не могут состояться, так что Джо Смит не хочет терять время и простаивать в ожидании неизвестно чего. Поэтому после поединка против Саламова Джо Дегуардио планирует вывести Смита на проведение боя против Даниэля Джейкобса. И об этом поединке также говорит промоутер Джейкобса Эдди Хирн. Дело в том, что Джейкобс и Смит весьма популярны в штате Нью-Йорк, где и находится подавляющее количество их фанов. И по мнению Эдди Хирна и Джо Дегуардио собрать арену Хулу Серча, которая находится под барабаном Мэдисон Сквия Гарден, не будет никаких проблем. Руководство Международной боксерской федерации обязало Теофима Лопеса и Джорджа Камбососа вакцинироваться от коронавируса до 7 сентября, чтобы их поединок мог состояться уже 5 октября в Нью-Йорке и для этого боя не было каких-либо препятствий. Ну и сейчас руководство этой боксерской федерации думает, а не распространить ли подобную практику и на другие поединки, которые она санкционирует. Руководство Всемирного боксерского совета объявило о проведении 17 сентября промоутерских торгов, где будут определены организаторы поединков чемпиона мира по версии IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Беттербеева против обязательного претендента Маркуса Брауна, где между собой так и не смогли договориться Боб Арум и Эл Хейман. А также Элиминейшн, где Сергей Деревянченко проведет бой против Хайми Мунгия. И здесь уже Эл Хейман не смог договориться о работе с Оскаром Далахоя. 58-летний Эвандер Холифилд заявил о том, что не собирается проводить поединок против Кевина Макбрайта. Впрочем, Эвандер не оставил желания вернуть себя в ринг и таки провести пусть и выставочный, но все же боксерский поединок прервав десятилетний простой. Только вот где, когда и против кого Рил Дилл сможет вернуть себя на ринг неизвестно. 30 августа 1899 года родился Рамиль Рей Арсель, начавший карьеру тренера в 20-х годах прошлого столетия и работавший с великими боксерами, среди которых были Бенни Леонард, Джим Брэдок, Барни Рос, Тони Зейл, Фрэнки Генара, Сикста Экскоба, Роберто Дюран и Лэри Холмс. И это только малая часть бойцов, вошедших в пантеон великих чемпионов истории бокса. И 30 августа 1921 года родился Анджело Мирена, который более известен под именем Анджело Данди, тренировавший Кармена Базилио, Мухаммеда Али, Реа Леонардо, Вилли Пастрана, Хосе Наполиса, Тревора Барбика, Майкла Нана и многих других бойцов. 31 августа 1929 года свой первый поединок на профессиональном ринге проводит будущий чемпион мира в первом полусреднем и полусреднем весе Барни Рос. А вот 1 сентября 1866 года родился Джеймс Джим Корбитт, владевший титулом чемпиона мира в тяжелом весе, который он отобрал у самого Джеймса Лоуренса Салливана, нокаутировав его в середине 21 раунда. И в этот день, но 1923 года родился Рокко Фрэнсис Марчельяно, или один из величайших чемпионов хэви-вейт Рокки Марчиано. И 1 сентября 1976 года родился будущий пятикратный чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Терибле Моралеса. 2 сентября 1953 года будущий чемпион мира в тяжелом весе Сони Листон, нокаутируя в первом раунде Дона Смита, дебютирует на профессиональном ринге. 2 сентября 1965 года родился будущий чемпион Европы, Англии, двукратный чемпион мира в хэви-вейт и абсолютный чемпион мира в этой весовой категории Ленокс Льюис. 3 сентября родились в 1956 году чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Джефф Джолтин Чендлер, а в 1960 году родился Рейс Ай Аллилуя Брамбл, или Линвинстон Брамбл, владевший титулом чемпиона мира по версии WBA в легком весе. 4 сентября 1919 года родился чемпион мира в полулегком весе Фил Теранова, а в этот день, только в 1972 году, родился будущий чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе Диабелиус Уртагу. 5 сентября 1964 года родился обладатель титулов чемпиона мира по версии IBF и WBA Карлос Габриэль Саласар, и в этот день, 1975 года, родился обладатель титула чемпиона мира по версии IBF в легком весе Пол Спадафора. История великого чемпиона Рокки Марчиана началась 17 марта 1947 года с первого его поединка на профессиональном ринге и закончилась 27 апреля 1956 года, когда Рокки после 8,5 лет проведения боев и 3 лет обладания титулом чемпиона мира по версии Национальной боксерской ассоциации в тяжелом весе объявляет о завершении своей профессиональной карьеры, заявляя, что хочет больше времени проводить с семьей и заниматься другими вещами, поскольку не хочет ограничивать себя только лишь боксом. И Марчиана показал себя во всей красе на телевидении, где он не только проводил еженедельные показы боксерских шоу, он также был судьей и рефери, также он судил соревнования по боксу и борьбе, поскольку в школе был великолепным борцом. Он снимался в эпизоде маскарад военно-драматического сериала «Комбат». Также Рокки был успешен и в бизнесе, будучи вице-президентом и владельцем акций компании «Папа Луиджи Спагетти Дэнс», а также имел акции нескольких инвестиционных и франчайзговых компаний. Рокки снимался в фильме «The Superfight. Марчиана vs. Али». Если быть более точным, то снимались эпизоды, где Рокки и Али боксировали на камеру, либо проводили спаррингами с похожими друг на друга бойцами, что потом вылилось в кинофильм, который вышел на экраны в январе 1970 года, причем в двух версиях. В первой побеждал Марчиана, во второй – Али. Правда, бокс Рокки до конца не отпускал. После того, как 26 июня 1959 года Ингемар Юханссон отобрал титул чемпиона мира у Флойда Паттерсона, Марчиана объявил о своем возвращении. Но поскольку между Йоханссоном и Паттерсоном был подписан контракт на три боя, месяц тренировок Рокки закончился ничем, и Марчиана продолжал наслаждаться жизнью вне бокса. Но, как оказалось, над Рокки уже нависла тень смерти. 31 августа 1969 года Рокки был в гостях у своего друга и партнера по бизнесу, ну а по совместительству еще и главы одной из мафиозных семей – Илью Форелла. Рокки и Илью обсуждали открытие в городе Дэмойн, что в штате Айова страховой компании. Рокки и старший сын Илью Фрэнки Форелл должны были вылететь в два часа по полудни, направляясь в дом Рокки Марчиана, где 1 сентября он собирался отметить свой день рождения. Но этому помешал торжественный ужин в честь дня рождения генерального директора автомобильной компании STP Энди Гранателли. Именно участие в ужине и заставило Рокки задержаться, поэтому они смогли вылететь из аэропорта Мидуэ, что в Чикаго только в 6 часов по полудни. Причем, несмотря на предупреждение о том, что на пути следования самолета резко портится погода. С самолетом Cessna 172 с бортовым номером N3149Y, принадлежавшим семье Форелли, управлял пилот Глен Беллс, за плечами которого было 190 часов налета днем и 35 ночью. Что было недостаточно для получения разрешения на взлет, но кто же посмеет возразить сыну мафиози. И при подлете к городку Ньютон, что в штате Айова, погода резко испортилась и началась проливная гроза с сильными порывами ветра. Не имея должного опыта, Беллс принял решение посадить самолет на аэродроме Ньютона, что находился в 30 милях от конечной точки маршрута. Но только в самолете не было электронной системы нафигации, и Беллс ориентировался только на высотомер и авиагоризонт и просто не мог видеть, что перед ним стена деревьев, в которые он и засыпил шасси самолета. Самолет резко накренился, потерял высоту и врезался в дерево в двух милях от взлетно-посадочной полосы. Рокки, Фрэнки и Глен погибли при ударе самолета об деревья. В отчете Национального совета по безопасности на транспорте было указано, что пилот попытался выполнить действия, которые превышали его уровень опыта и навыков, а также вследствие потери визуального контроля в неблагоприятных погодных условиях, что, собственно говоря, и стало причиной катастрофы. Увы, но Рокки так и не смог встретить свой 46-й день рождения. Он похоронен в склепе на мемориальном кладбище Forest Lorm, что в Форт-Дели, штат Флорида. В своих письмах, которые вы адресуете нам на адрес нашей электронной почты, а также в мессенджерах Telegram и Viber, вы задаете нам вопросы, на которые мы отвечаем уже в выпусках «Зариншоу». И в этот раз вас интересует, а кто же назначает на поединок как рефери, так и судей. Ну, на самом деле, с этим все просто. Дело в том, что в каждой стране должен существовать единственный орган или организация, которая и регулирует проведение профессиональных боксерских поединков. У нас это Национальная лига профессионального бокса Украины в Германии, Союз профессиональных боксеров в Германии, а в Британии Британская комиссия контроля бокса. Ну и в Соединенных Штатах Америки это Национальные атлетические комиссии. Так что именно на эти управляющие органы и возложена обязанность по обучению лицензированию судей и рефери не только относительно национальных категорий, но и рекомендации для получения лицензии по версиям основных боксерских организаций. Если же говорить о назначении судей и рефери, то это делает президент, управляющий организацией либо органа, выбирая таковых из списка лицензированных специалистов. Повлиять на выбор судей либо рефери может промоутер и менеджер, который обращается к президенту той или иной организации с просьбой соблюсти паритет, либо устранить от работы судью или рефери, который, скажем так, был замечен в некомпетентности или предвзятости. Для резонансных поединков с обозначением суперфайт и мегафайт назначение рефери и судей целая головная боль. В классическом варианте двое судей представляют страны боксеров, а третий представляет нейтральную страну. Если говорить о рефери, то в каждой стране или штате существует свой золотой телец, который, как и жена Цезаря, вне подозрений. Так что если вы промоутер или менеджер, то вам просто необходимо иметь знакомство не только с коллегами по цеху, руководителями боксерских организаций, но и с судьями, а также с рефери, только лишь для того, чтобы понимать, насколько они профессиональны, ну и не ошибиться в своем выборе. Предстоящий уикенд для нас начнется 1 сентября, когда на арене Oto City General Gymnasium, что в столице Японии Токио, глава Данган Айоки Промоушенса Акито Себата представит вечер бокса с майн-евентом, в котором чемпион мира по версии WBO в первом лечащем весе Казута Иока в третий раз защитит свой титул, войдя в ринг против второго номера рейтинга Франциско Родригеса. И закончится в субботу 4 сентября ивентом от Эдди Хирна и его матч-рум боксинг, который состоится на регбийном стадионе Хаддингли, что в лице графства Йоркшир, где мы увидим матч-реванш между Маурицио Ларо и Джошем Орингтом, отложенный поединок Конора Бена против Эдриана Гранадаса и бой полной чемпионки в легком весе Кэйти Тейлор против Дженнифер Хан. Предстоящий поединок, в котором Казута Иока будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBO в первом лечащем весе против Франциска Родригеса, не должен стать для него какой-то серьезной проблемой. Даже несмотря на то, что Родригес весьма на поре в своих плотных атаках, где не жалеет ни себя, ни соперника, нанося много ударов, и если соперник проявляет слабость, то Родригес тут же ломает его и перемалывает. Но вот только в случае с жестким и сильно бьющим Иока Родригес имеет все шансы нарваться сначала на встречные удары, а затем и на комбинации, в которых Казута щедро готов раздавать акцентированные и мощные панчи. Поединок будет не просто интригующим, он будет зрелищным и захватывающим. Но несмотря на бурлящую мексиканскую кровь, Родригес будет остановлен и постепенно разбит. В принципе, стойкости Родригеса должно хватить на прохождение полной дистанции боя, как-то было в поединках против Нанита Дайнера и Мойсеса Фуэнтеса. Ну, победить, увы, к сожалению, Родригес решением судей не сможет, и вряд ли он сможет победить досрочно. А Иока уверенно переработает Родригеса. Ну и вариант с тем, что Иока может поединок закончить досрочно, на наш взгляд, минимален. И, в принципе, этому мы отдаем 50%. Но вот победить Иока Родригеса решением судей вполне по силам, и мы склоняемся именно к такому результату боя. Эдди Хирн переносит ивенты с лужайки позади его дома, что в Брэндвуде – графство Эссекс, в Лидс – графство Йоркшир. И это не вызвано тем, что Хирну надоели снующие под окнами его дома обслуга, боксеры и фаны бокса. Причина в том, что воин Лидса Джош Уоррингтон будет проводить матч-реванш против Маури Цолара. А где же и кони Лидса проводить поединок, если не в самом Лидсе? Так что в этот раз Уоррингтону будут помогать, как говорится, родные стены. А мы же напомним, что Маури Цолара неприятно удивил Уоррингтона в феврале этого года, когда разнес Джоша, отправив в нокдаун сначала в четвертом, а затем и в девятом раунде, после чего бой был остановлен. Для бывшего чемпиона мира по версии Айбе в полулегком весе Уоррингтона это был серьезнейший удар по репутации, требовавший сатисфакции. И вот теперь он сможет ее получить. Но получит ли? Вот в чем вопрос. Вероятность того, что Уоррингтон сумеет опростоволоситься во второй раз, маловероятно. Джош будет осторожен и внимателен, и скорее всего будет рассчитывать на победу решением судей. И что же касается Маури Цолара, то что ему терять? Поэтому он может позволить себе оставаться самим собой парнем, который выходит побеждать благодаря большому сердцу, крепкому подбородку и тяжелым кулакам. Континентальный чемпион по версии WB в полусредневесе Конор Бен после того, как 31 июля показал положительный тест на коронавирус, провести поединок против Эдриана Гранадаса, увы, не смог. Поединок был перенесен, и в этот раз с Беном будет все в порядке. Ему ничто не помешает размолотить в порошок Гранадаса, который если и сможет показать жесткую оппозицию, то только в первых раундах боя. Бен реально слишком силен для Эдриана, поэтому победа Конора нокаутом в первой половине боя вполне предсказуема. И наиболее титульный поединок проведет обладательница всех четырех чемпионских поясов в легком весе Кэти Тейлор, которая будет защищать их в противостоянии с бывшей чемпионкой мира по версии IBF полулегкой весовой категории Дженнифер Хан. Для Кэти последние поединки даются с трудом. Несмотря на преимущества в классе бокса и навыках, Тейлор все чаще проседает физически и функционально во второй половине боя, вытягивая поединок на своих знаниях и умениях, а также опыте. И в поединке против Дженнифер Кэти должна будет показать все лучшее, что у нее есть, либо осталось. Хан, как и Тейлор, имеет за плечами достаточно долгую любительскую карьеру и весьма неплохую карьеру профессионала. Она умеет боксировать и, если потребуется, может зарубиться. Единственное, чего не хватает Хан, так это динамита в ее варежках. Результат боя, если опираться на класс и опыт Кэти, это ее победа единодушным решением судей, ну, либо решением разделенным, либо решением большинства. Вот и все, что мы хотели рассказать вам в этом выпуске. Приглашаю каждого из вас находить наш канал The Ring Show на YouTube, обязательно подписываться на него и проверять подписку. Делиться нашими видео, жать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, выбрав получение всех уведомлений. И, конечно же, оставляйте свои комментарии, а также лайки. Также ищите The Ring Show в пабликах и социальных сетях Instagram, Twitter, Telegram, Viber. Становитесь друзьями на нашей странице Facebook. Если у вас есть желание помочь нам в нашей работе, будем весьма благодарны вам. Давайте сделаем большой и великий вместе, а вот как это сделать, вы можете узнать в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Также приглашаем вас заходить на наш информационно-аналитический ресурс TheRingShow.com, где вас ожидает много различной, и, главное, интересной информации. И, конечно же, ждем ваших писем на адрес нашей электронной почты TheRingShow.com И помните, где бы вы ни были, и что бы с вами ни случилось, все всегда будет бокс!